Продолжение следует... Тем не менее, у нас есть возможность погрузиться в трансцендентное. Когда я сегодня вышел днем на улицу, я был поражен тем, что люди с кайтами, с парашютами здесь пытаются еще серфинговать. Я подумал, какие отчаянные люди, что в Питере... Я помню, когда мы были в молодости, в сайте мы тоже катались на серфинге. Это такое, ну, как бы, заразительное время. Я помню, мы в ноябре в зимних костюмах уже в Нью-Йорке синферговали, а там осенью самые большие волны. А когда вода холодная, акулы подходят ближе. Мы даже познакомились с акулами как-то там. Но я подумал, какие люди... Я знаю, что движет человека, почему он хочет выйти из теплой квартиры, да, там, где все хорошо, там, жена, дети, телевизор, там, в холодильнике пирожки. И вот, почему он хочет уйти и где-то быть в каком-то месте, бороться со стихией. Потому что ему нужно погрузиться в другую реальность. И та реальность, как бы она ни была, какой бы, ну, заманивающей она ни была, потому что, как бы, дома это всегда хорошо. Но речь идет всегда о подлинном доме. И поэтому, можно сказать, всем добро пожаловать домой. Это наш подлинный дом, потому что это окно в духовный мир. И даже когда мы окажемся на пороге духовного мира, мы все равно почувствуем тот магнетизм, которым обладает духовный мир. Вот сейчас мы находимся здесь на пороге духовного мира. Но нас разделяет с духовным миром один шаг. Но этот шаг мы должны сделать. Это как Шилашидар Махараш говорил, что между Кришной и живым существом в этом мире его разделяет как мед и муху банкой со стеклом. Муха разбежалась, только захотела в мед. И в стекло исползла, медленно в стекло. Муха подумала, надо разогнаться посильнее. Включила все свои моторы, тягу. И опять на стекло медленно сползла. Почему? Потому что в банке есть крышка. И крышка открывается, нектар открывается. А не то, что ты попытаешься атаковать духовный мир со своим форсом, со своим нахрапом, со всей своей наглостью. Вход другой. Это смирение, терпение, служение. И поэтому, хотя нас разделяет с духовным миром один шаг фактически. Можно сказать, один шаг. Кришна здесь, а здесь. Но мы увидим, что мы пока что этот шаг не можем сделать. Потому что у нас пока еще якоря в этом мире. Мы пока еще ставим большие планы в мире смерти. Мы живем на подводной лодке Курск. Нам хочется уклеить нашу камеру хорошими обоями. Чтобы у нас в туалете стояли цветочки. Чтобы у нас была какая-то ночнушечка хорошая. Бажечка. Чтобы нас подвезли из одной комнаты в другую на хорошей машине. И так далее. И вот это все требует от нас глобальной задержки. Но это временно. Потому что природа материального мира временна. И в принципе материальный мир, он создан для того, чтобы в нем разочаровались. С одной стороны, мы можем сказать, неужели Кришна такой волшебник. И он так долго создавал мир, в котором мы должны разочароваться. Но это не так. Кришна в этом мире являет свои невероятные игры. То есть, Кришне все хорошо. Когда нужны демоны, Кришна приходит сюда. Здесь никогда нет дефицита в демонах. Даже если нас спустят. Ребята, не хотите демона сыграть? Я бы, например, сразу же пошел в Кришну. Поэтому, чтобы вы знали, в кино негативных героев играть всегда легче, чем позитивных. У позитивных героев надо как-то трансформироваться в какой-то идеал. А негативных героев нужно просто показать себя немножко, свой характер, который ты там припудрил, припрятал. Какая-нибудь там милая девушка, ампирша. Ну вот, все. Поэтому с демонами проблемы нет. Но даже, чтобы стать настоящим демоном, нужно быть преданным. Мы знаем, что Джай Виджай были охранниками в духовном мире. И однажды Вишня устроил такую лилу, что мудрецы, которые, кумары, которые пришли на Даршин, охранники подумали, что эти маленькие дети здесь делают. И сказали им, ты кто такой? А мудрецы сказали, а ты кто такой? Сисюрити? Если ты сисюрити, секьюрити в духовном мире, ты должен научиться отличать материалиста от духовного человека. И поскольку это была лила Вишну, в сердцах мудрецов появилось желание проклять охранников. Охранники, так сказать, не смогли распознать мудрецов. Это все лила Вишну, да? И когда мудрецы прокляли охранников, они сказали, раз вы не умеете распознавать, кто духовный, кто недуховный, вам место не в этом, не на воротах духовного мира, а там, в материальном мире. И даже там, в материальном мире, есть люди, которые по чтениям относятся, а вы по месту среди демонов, в комьюнити демонов вы родитесь. Вот мы вам даем такое проклятие. И Джай-Виджай, они пришли к Вишну, растроганные, разбалованные, такие несчастные, говорят, что нам делать, наш повелитель? Эти охранники прокляли нас, эти мудрецы прокляли нас, теперь мы должны с тобой разлучиться. И Вишну говорит, на сколько жизней прокляли? Говорит, на тысячи. Понимаете, да? То есть в материальный мир такая штука, сюда не на одну жизнь попадают. Тысячи, тысячи жизней. Вишну говорит, ну, тысячи жизней, это не так долго, не расстраивайтесь. Как один, промелькнет, как один день тысячи жизней. Они говорят, ну, что, мы без тебя будем тысячи жизней в этом мире? Он говорит, ну, вот, если в целом вы пойдете по пути эволюции, то, конечно, тысячи жизней нужно, чтобы достичь меня. Он говорит, ну, если хотите стать демонами, тогда за три жизни. Или за четыре. Три, а три-четыре, да? Ну, вот. И они говорят, и что же мы, и что же мы, как же мы станем демонами? Он говорит, все очень просто. Вам нужно будет стать демонами и сражаться со мной. Лично. Ну, вот. Ну, и потом Лакшма им там тихонько сказал на уху, да, ребята, мы просто не с кем посражаться. Он поэтому, так сказать, устроил такую лилу для вас, да? Ну, и тогда они сказали, окей, раз это для кино, раз... Так бы и сказали, нужно сниматься в кино, все. Ну, вот. И они родились. Но, когда они родились, единственное, о чем могли помнить, о Господе, это в негативе. И поэтому, вот часто говорю, у нас постоянная, как бы, ну, такая жизнь, религиозная жизнь, это все время такая, там, мелкая зависть, возня. Ну, так устроен мир, что больше всего это проявлено, ну, таких, вы помните, там, кардинал-решилье, там, гвардейцы-короля, там. Есть все время какая-то мелкая такая возня в религии идет, это обычная ситуация. И я всегда говорю, ну, если какие-то преданные не могут практиковать сознание Кришны в позитиве, то те, кто занимается какой-то возьмой, по крайней мере, в негативе могут по ним практиковать, да? То есть, как демоны, думая 24 часа о чем-то негативном. Но здесь наоборот. Если мы хотим скорого духовного роста, мы должны начинать практиковать в позитиве и рассматривать всех преданных как нечто позитивное, а в негативе рассматривать только себя. Если же мы такое демоническое зрение примем и будем всех преданных критиковать в уме, а себя считать идеалом, эталоном, то очень быстро окажемся на самом дне, как бы, духовной жизни. Кришна нам покажет, на самом деле, что мы никто и звать никак. Потому что только Кришна может возвысить преданного, и только по его милости мы можем избавиться от анартха. Анартха не врите. Избавление от анартха. У нас есть преданных, которые очень любят рассказывать про все оскорбления, анартхи, записывать их. Но я всегда говорю, теоретическое знание оскорблений никогда не освобождает от их практического выполнения. От их практического выполнения избавляет не теоретическое знание, что вот я знаю все оскорбления, например, да, там написано «Нельзя входить в храм в шерсти». Ой, у меня шерстяные носки, ой. Я совершил великое оскорбление. Да, это маленькое оскорбление относительно оскорблений саду нинду, гуру авагия. Сказано, что если ты рассматриваешь божество как камень, гуру как человека, вайшнавов как материалистов, объекты твоего эксплуатации и наслаждения, значит, ты самый большой грешник. Если для тебя при воспевании святого имени у тебя не текут слезы из глаз, значит, твое сердце холодное как камень, как лед. И мы увидим, что это действительно так, что мы смотрим на божество, какие красивые одежды на божествах, ой, там, украшения. Мы даже не божествами наслаждаемся, а их одеждами, их украшениями, причем мы материалисты. Пока что мы можем рассматривать только внешние аспекты трансцендентного положения Кришны. И преданных мы рассматриваем, о, там, хороший парень, хорошая девушка, там, и так далее. Мы не смотрим на них, как на души. Джай, шиши, гургуран, гра, ха, мады, джиу, сундуки, джай. И при воспевании Хари Кришны Маха мантры не то, что у нас слезы текут из глаз, у нас вообще ничего не происходит. Ну, так нам нравится. Вот. Поэтому очевидно, что наши сердца, они подобны каменным глыбам. Но при этом, при том, мы также можем сказать, что какой-то луч солнца коснулся наших сердец. И преданный, на самом деле, когда он находится на определенной стадии, он знает, что мне больше некуда пойти. Он не думает так, ну, раз меня там Хари Кришна не катит, хотя бы стану хорошим христианином. Или там, праведным буддистом. Это не так. Настоящий преданный, он никогда не рассматривает себя отдельного от Кришны. Он знает, что, в принципе, у меня шансов нету, но он говорит, ты океан сострадания, ты друг падших, а я самая квалифицированная душа, потому что хуже меня никого нету. Я могу тебе объяснить, почему хуже меня никого нету. У меня есть все доказательства. Вот. Если вы хотите сказать, кто самый худший, я знаю, что это я. Так будут думать настоящие преданные. И он всегда будет леветь надежды, он будет думать, но все преданные, они выше, чем я. Я очищусь благодаря общению с ними. И Махапрабху очень любил эту шлоку. «Этамса пастаям парат маништам, абушитам пранатвай махар шибих, тишам дурышами дуран топарам, таму мукундан гриняще вэйва». Он повторял ее после саньяса неоднократно. «Этамса пастаям парат маништам». Это история о Санудии Брамане, который был богатым, надменным человеком и был религиозен по происхождению, но его религиозность и богатство и ум, интеллект привели его к тому, что он очень надменно относился ко всем окружающим, и его богатство не давали ему покоя. Но так произошло, что он утерял все и в конечном итоге понял, что все, что с ним произошло, это высшая воля, высшее проведение. И приняв высшую волю проведения, он принял саньясу. Он принял образ странника, и, будучи очень таким богатым, аристократичным человеком, он прошел через испытания и пошел странствовать. И такие случаи бывали регулярно, очень много таких случаев на самом деле. Лал Бабу Мандир во Вриндаване, это история о том, когда Лал Бабу был очень богатым аристократом, и в один день, когда он пошел покупать фрукты, торговец ему сказал, Лал Бабу выбирал фрукты, он сказал ему, спеши, солнце заходит. Лал Бабу понял, что солнце в моей жизни заходит, я до сих пор выбираю, какой фрукт послаще, а на самом деле жизнь тикает, жизнь у каждого ограничена. Каждому отведено какое-то время. Это время отведено не для отдыха. Отдых – это естественное состояние между внутренней работой, но это время не отдыха. И Лал Бабу понял, что моя жизнь подходит к концу, а я еще ничего не знаю о Кришне. Я верю в Кришну, я живу в Индии, но этого недостаточно. И Лал Бабу оставил все, бросился и отправился во Вриндаван. И там он стал преданным. В один день он оставил все свои сокровища. Но это Сукрити, это удачливая душа. Поэтому этот Брама потерял все, и в какой-то момент он понял, что нужно предаться Кришне. И он отправился скитаться по миру. Но скитание, которое дарует человеку свободу, они также дают ему страдания. Потому что он остался без копейки средств существования, без положения. И так он скитался. И благочестивые люди давали ему подаяния. А в мире существуют не только благочестивые люди. Поэтому Багаватам написано, что одни помочились ему в еду. Он собирал пожертвования еду, поставил какие-то бандиты, хулиганы. Другие посадили его на цепь, как собаку. Но он никогда больше не реагировал на этот мир. Даже когда он сидел на цепи, как собака, потому что он был похож на безумца, он читал эту шлоку. Эту часть Багаватам читает каждому человеку, который принимает саньясу. Что если даже тебя кто-то посадит на цепь, ты не должен реагировать, ты не должен сражаться с этим миром. И я помню, такой был случай, совершенно дурацкий случай, может быть, не самый приятный, но был один русский преданный, который приехал в Индию. Это была моя ошибка, я послал его туда, я думал, что он там будет помогать, снимать видео, какой-то материал. Ну вот. Он, естественно, был без присмотра, там попал, как говорится, в дурную компанию. И мне уже сказал Маханада, что отправляй его из Индии, он уже как бы, ну, тут только накосячит. Ну, а он как бы не особо хотел отправляться, потому что у него появились там какие-то девушка, друзья, в общем-то, ну, такая ситуация. И он мне сказал, деньги на билеты отдай мне, я сам как бы уеду. Я сказал, нет, я тебя привез сюда, я тебя увезу. И между нами произошел конфликт, и каким-то образом мы не стыковались с ним. И, естественно, как бы мы тогда не знали Индию очень хорошо, но в Индии любая новость о белых, это, знаешь, мы там как Майкла Джексона. Ну вот. И в местных газетах он пошел к какому-то другу, и в местных газетах написал какую-то статью, такую-то, типа, что вот, там русского оператора, ну, какой-то, в общем, такой пасквиль небольшой. Но не это меня убило. Я был очень сильно расстроен. Потому что написали прочитание Саасвад Матпра. Но меня потрес Гурудев. Когда Гурудеву принесли эту газету, Гурудев прочитал ее. Он сказал, мир построен на лжи. Люди хотят лжи, а не хотят ложных новостей. И я стал оправдываться. Гурудев мне сказал, не нужно оправдываться, я все прекрасно понимаю. Он сказал, эта газета никогда бы в жизни ничего хорошего про предных не написала. То есть, если бы вы пришли бы в эту газету и сказали, давайте напишем, что предные делают то, там, что они кормят, что они там делают то, третье, пятое, что на самом деле приезжают люди со всего мира, увидят святые места. Они же приезжают не вас увидеть, они приезжают благодаря Чайтане и Махапрабу. Ничего в Бенгале такого удивительного нет, что привлекает тысячу туристов. Ну, кроме Майпура, Чайтане, да? И Гурудев сказал, он сказал, он сказал, что такова история природы этого мира. Этот мир живет на негативе. Он не живет на позитиве. Я был очень сильно поражен то, как он отнесся к этому. И Гурудев сказал, он сказал, всегда будут те, кто поносили вайшнава, кто поносили преранных, всегда кто-то будет тебе что-то говорить, но агамду ручами дуран тупа. Я был удивлен, его сердце не было попытки там самоутвердиться, там, как-то там, мы хорошие на самом деле. Нет, он сказал, что это течение этого мира. И лишний раз показал еще раз, что настоящая духовная личность, она не стремится к репутации. Хотя, конечно, мне было очень обломно, что это, так сказать, столько хорошего мы сделали для миссии, как говорится, одна ложка дегтя, может и спорить все, но подлинный духовный человек, он не стремится завоевать почтение и уважение в глазах людей этого мира. Он стремится завоевать почтение и уважение в мире служения. Вот если мы сможем, есть такое бриттие, как это шлока звучит? Бриттие, бриттие, намасту, бриттие. Ты помнишь ее, да? Я хотел бы, чтобы вы помнили меня как слуга, слуги, слуги, слуги. Потрясающая шлока. И последняя шлока Махараджа Парикшита, когда его должен был уже сжечь змей Татакшика, и Шукадев рассказал Машамад Багаватам, ему осталось буквально несколько, может быть, часов или минут жизни, никто не знал, да? Татакшика должен был уничтожить Махараджа Парикшита, и тогда Митра Лиши, по-моему, да? Он знал, как яд, он знал, знал мантры, как мантрами уничтожить змеиный яд. И Митра Лиши пришел туда и сказал, не, нифига, я не пропущу ни одну змею сюда, Махарадж Парикшит святой, и я не буду, я сделаю так, что своими мантрами не только я уничтожу Татакшику, нейтрализую его яд, я еще его уничтожил. И Татакшик, он же тоже не дурак, как бы, он родился из проклятия браманического и подумал, ну, если как змей, я туда прилечу, конечно, там меня брахмастерами сейчас обстреляют, и как бы будет проблема. И он принял образ брамана. Он принял образ брамана, а все шли прощаться с великим царем, Митра Рейши сидел на, значит, там и упас. Но Митра Рейши был очень крутым, так перед ним особо там по праву он не косишь. Когда он проходил мимо Древзина Рейши, Митра Рейши сказал ему, так, постой. Татакшика остановился, он сказал, посмотри на меня. Татакшика посмотрел на него. Митра Рейши ему сказал, скажи, р-р-р-р-р. Он такой, и там двойной язык жал, он такой, иди сюда. Митра Рейши хотел уничтожить его. Но это шутка. Короче, каким-то образом Татакшика встретился с Митра Рейши, ему сказал, я вот слышал, что ты можешь нейтрализовать яд любой змеи. Митра Рейши сказал, да, могу. Он сказал, а можешь мой нейтрализовать? Митра Рейши давай попробую. Он укусил дерево, и дерево стало черным, тут же сгорать от яда. И Митра Рейши тут же свои мантры, да, все нормально. Татакшика увидел, сказал, ты крутой мужик, давай с тобой дружить. В общем, это так или иначе, в разных пуранах описана эта история по-разному, но Татакшика совершил поклонение Митра Рейши и сказал, что тебе не хватает жизни для полного счастья. Митра Рейши типа любого Брахмана сказал, ну что, чуть-чуть денег не хватает, новые очки, новые компьютеры. Татакшика тут же исполнил все его желания, ну, соответственно, с тем временем, парафиналии какие-то, ну вот. И когда Митра Рейши был удовлетворен, Татакшика знал, что, будучи змеем, созданным с проклятием Брахмана, что без милости преданного ничего не сделать. И тогда Митра Рейши сказал, я очень доволен тобой, какое тебе дать благословение? И Татакшика сказал, даруй мне благословение всегда исполнять мой долг. Митра Рейши сказал, ом, отца отпускай будет так. И тогда Татакшика добавил, и мой долг уничтожить царя Прикшита, я и есть тот самый Татакшика змей. Вот так он в оборот взял Митра Рейши. Не помню, это был Митра Рейши или Василь, ну, кто-то имя не помнит Рейши. История тоже такая достаточно, я собрал ее из разных Пуран, но суть такова, что я по своими словами ее пересказал. Она так пересказана в одной, в другой, так, несколько версий есть. Но в целом он был поражен и Шукадев сказал ему, царь, смерть не затронет тебя, не бойся смерти. В первой части Бхагаватам Шукадева рассказывает о том, как йог должен оставлять тело. В последней части, одиннадцатой главе Бхагаватам он говорит ему, теперь услышав это Кришну Лилу, это Бхагавата Пурану, царь, ты освободился от страха и смерти. не бойся оставлять это тело. Не думай, что это тело, это и есть ты, ты это душа. Но раньше ты знал это теоретически, а сейчас, после того, как ты выслушал Бхагаватам, ты понял это. Всегда занимайся духовной деятельностью. теперь, царь, когда ты осознал, что твоя душа чем нужно заняться, делай санкиртану, потому что она уничтожит все твои грехи, последние, ты не будешь бояться смерти. И поэтому Татакшика сказал Риши, это мой долг. И на самом деле, ты же знаешь, ты читал Бхагават Гриста, убить душу невозможно. Все, что я должен своим ядом, это сжечь физическое тело Махараджа Парикшита, потому что Махараджа Парикшита, это освобожденная душа. И сейчас, на благо всех живых существ, все должны увидеть, как он освобожден, иначе не будет этой Бхагават Апурана. И Митриша понял, что это воля Кришны. И он пропустил Татакшику. И тогда Татакшика опустился к лотосу, стопам Махараджа Парикшита, чтобы сделать ему дандават, стопы Махараджа Парикшита были перед ним. Махарадж Парикшита сидел последние минуты, он проповедовал своей матери Утаре, он рассказал Ебрихат Бхагават Амритам. И Татакшика тут же укусил его, его тело моментально сгорело от яда. Мы все увидели, как сияющее атма, живое существо, вышло. И все поняли, что никакой смерти не произошло. А смерть – это внешние вещи. Произошло освобождение. Все были в шоке. Кроме Махараджа Джанамиджоя. Махараджа Джанамиджоя, он не смог принять того факта, что его отец погиб от Татакшики. Он призвал браманов и сказал, я хочу, чтобы вы совершили жертвоприношение, в котором сгорят все змеи этого мира. его взял самых топовых жрецов, самых продвинутых браманов. Он сказал, начинайте здесь и сейчас, а золочу, только зажгите всех змея. И вот началось жертвоприношение. И когда браманы у нас притху специалисты, если нужны топовые жрецы, то у нас тоже тоже мы тоже имеем один. И силой их мантры, жертвенный огромный костер, который они развели, летели все змеи. Летели змеи, корчились и сгорали. Змеи со всех миров летели. И змеи были все в шоке. Они пришли к змею Анантия, Анантия, сказали, что теперь змеиный род здесь кончится из-за одного татакшика, из-за воли Господа. За что мы все должны страдать? Абадин змей, что он сделал такого? Но Джанамиджоем был неумолим. И татакшика он сказал так, теперь медитируйте на татакшику. Ну вот. И ом агнаес вага татакшика на маха. Я помню. Было очень прикольно. Делали какое-то жертвоприношение из коновцы. Читали мантру. И там у них, ну там, они перечисляли имена всех там гуру и так далее, и так далее. И Грудев посмотрел, он сказал, они не знают, что, ну, они не понимают, что такое жертвоприношение. Они этой мантры предлагают всех гуру в костер. Ну вот. Поэтому, когда мантры прошли, и татакшика, его стало слегка сносить, как бы сила мантры стала вытянуть. Ну вот. И татакшика, он скрылся во дворце Индры, и тоже каким-то образом смог укатать Индру, что, типа, там, ну, я тоже трансцендентный, пришел просить твое прибежище, там, о, царь небес, ну, вот. И Индра дал ему прибежище, в той или иной степени. То ли Индра понял суть Шамад Бхагава, там, то ли татакшика подлил немножко меда ему на ложное эго, но, скорее всего, было и то, и другое. Ну, вот. И Индра дал ему прибежище в своем небесном зале. И мудрецы сказали, мы не можем мантрами пробить, потому что там какая-то стоит защита силовое поле Индры, его сигнализация в его дворце. Вот, поэтому татакшика там укрылся, и мы чувствуем, что он там, но, как бы, не можем. И он сказал, а в чем дело? Он говорит, сначала тогда надо с Индрой справиться. Джанамин Джой так сказал, так я же, кто заказывает, кто музыка заказывает, тот девушка танцует. Я же, как бы, что вам, мало сокровий, что ли? Давайте Индру туда, в костер. И жрецы стали читать свои сакральные мантры, ну вот, и уже там, типа, Индра уже должен был вместе с татакшик полететь. Ну вот, но в этот момент то ли Утара, то была Утара, да, пришла к Махараджу Джанамин Джой и сказала, ты сжег почти всех змей, сейчас ты хочешь сжечь татакшику, твой дед бы этого не сделал. Ведь, потому что очень важный вопрос, где в Бхагаватам есть, ну, где в этой истории лило прощение? Потому что, ну, у христиан есть такая идея, ну, Христос прощает, а у вас там непонятно что там. И вот драматическое лило всепрощения, она заключается в этой вещи, когда Махараджанамин Джой получает общение с Вайшнавами, проповедь, и он, а, это кто-то, это не Утар, это кто-то из Риши, Вишампайна Риши, по-моему, и он говорит ему, на самом деле ты, в общем, короче, и Махараджа Джанамиджоя попускает, и он говорит Вишампайне, который спрятался на том месте, расскажи мне эту историю опять, расскажи мне про наших дедов, потому что он говорит ему, ты понимаешь, кто ты такой, ты последок Великого Арджуна, Юг, Яшхира, это твои деды, и он говорит ему, расскажи мне опять эту историю, и в этот момент жертвоприношение останавливается, опять начинается Харикадха, опять начинается прославление, только Махабхара-то, ну как, это же вечно не телило, понимаете, да, это вечно пересказывается из Иисуса, так как я вам сейчас пересказываю, это пересказывается всегда, кто-то кому-то всегда в мире рассказывает эту историю, и поэтому этот мир жив, и Вишампайна Риши начинает рассказывать Махараджу Парикшиту эту историю, Джанамиджой эту историю, и Махарадж Джанамиджой в шоке, он говорит, слушай, я ничего-то не могу понять, что происходит, я слушал эту историю с рождения, ты понимаешь, да, я родился вроде пандовов, я был сыном Парикшиты, величайшего из императоров Ариев, и я сейчас новый император, я с детства слышал всю эту историю о Арджуне, о Кришне, но когда ты мне рассказываешь Махабхарату, какой-то невероятный новый вкус Мадхури Раса пробуждается в этой истории, я раньше слушал эту историю, но я никогда не испытывал влечения Мадхури Раса, в твоем пересказе Махабхарата это другое Пиуви, другая точка зрения, ты мне сейчас рассказываешь это с точки зрения и вот и тогда начинается как бы Брихат Бхагаватамритам, это как бы некая драматическая такая ситуация, то есть новое, новый концепт и Вриндаван Дас, например, Кришнодас Кавираж, он пишет читайте и читайте Бхагават, там вы увидите невероятную лилу и обретете невероятный вкус к сознанию Кришны. Почему? Потому что когда мы получаем сознание Кришны через сердце преданного, в этот момент Лила, Гаур-Лила, Кришна-Лила обладает, это что-то живое, это не объективное знание, это не информация, это что-то живое, что идет из сердца в сердце преданного и хотя наше сердце осквернено множеством пороков, тем не менее в нашем сердце всегда есть тот самый маленький сенсор, есть тот самый как бы маленький жил, который позволяет нам это услышать и поэтому Брама-самхите, там в Багавате, в Чайтане-Багавате, в Гарга-самхите, в других историях написано любой, кто услышит эту историю, он освободится от тысячи грехов, он вознесется в высшие миры и так далее. Я спросил однажды Гурудева, ну, типа, все эти вещи, обещания написаны, но почему они не действуют на нас? И Гурудев сказал, нет, они действуют на нас, просто стоит вопрос, что пять тысяч лет тому назад кому-то Гаргарише рассказывают историю в обществе мудрецов. И в этой связи, поскольку эти мудрецы были суперквалифицированы душами, для них был такой рекваймент. Ну, понятно, одному человеку надо один раз под душу помыться, а сколько нужно шахтеру раз зайти под душу? Вот. Он говорит, но для нас, для жителей Кальюги, немножко другой рекваймент, потому что мы, веды говорят, что мы должны непрестанно слушать. То есть, понятно, да, что такое духовный мир? Духовный мир это сознание. И пока это сознание не прорастет в нашем сознании, пока оно не захватит нас полностью, мы будем слушать и слушать и слушать и слушать. То есть, нужно понять, да, что вот сейчас вот там кумбамила, нектар бессмертия, омовение, но писания говорят, это не то, чтобы ганга не является чем-то духовным, речь идет еще о том, кто в гангу вошел. Потому что, если вы были на берегах ганги, прекрасные отхожие места от туалета, то есть, кто-то может выходить на берег ганги, справлять свои естественные нужды в Индии. Но кто-то, как Пандерик Веденитхи, он поклонялся ганге. Или Шидар Калавеча. Калавеча Шидар, он жил в Новодвипе во времена Махапрабу, и он был самым нищим торговцем банановыми листьями. Он был совсем худой, одетый там в одну рваную гамчу, и он продавал цветы от бананов и тарелки из листьев. Ну, понимаете, да, тарелка из листьев одел, там высохла. Вот. Он сидел на базаре, у него всегда была маленькая кучка банановая сабджи и тарелка из листьев. И у него была там еще прохудившаяся кастрюля, это все были его сокровища. И когда Гауранга Махапрабу приходил каждый день, он приходил каждый день после омовения на ганге к Калавечу Шидхару и каждый день с ним торговался. А Шидхар тратил ровно 50% своего дохода на поклонение матери ганге. И Махапрабу приходил и говорил к нему, слушай, отдай мне эти банановые листья, я за них не заплачу. И забирал все. Как же я могу поклониться матери ганге, если ты забрал у меня все? Но ты же браман, браманы это источники вишни. Ну вот. Или Махапрабу говорил, слушай, дай мне 50% скидку, я твой постоянный клиент. Шидхар говорил, это все, что у меня есть, это все, что я сегодня сделал, мне нужно за это две пальцы, ну вот, что ты хочешь меня, ты хочешь меня забрать все бесплатно? Махапрабу нет, я хочу от тебя 50% скидку. Калавич Шидхар говорил, почему тебе нужна 50% скидка, почему такой наглый? А Махапрабу говорил, потому что я источник всех жертвоприношений, типа, ты же все равно сейчас две пальцы заработаешь, на одну пальцу ты совершишь ганга-пуджу, так лучше дай это пуджу мне непосредственно, дай мне эту 50% скидку. Калавич Шидхар говорил, все, не хочу тебя слышать, уходи, уходи отсюда. И так каждый день Махапрабу, он приходил к Шидхару, он называл его миллионером, он говорит, я знаю, что у тебя сокрыто богатство, ты лакпатия, какое богатство? Махапрабу говорил о богатстве его сердца, о полноте Кришны Прямы. Шидхар говорил, ты что, сумасшедший, что ли, посмотри, у меня последние штаны, вот это все, что у меня есть, вот эти листья, и ты то меня забираешь. Это Господь, он играет со своим предом, иногда он все забирает у него, ну вот. Но Махапрабук был, испытывал такое счастье от торговли, понимаете, да, поэтому в Индии кто торгуется, это счастье, вы не понимаете, ты говоришь там, тебе говорят 100 рупий, я говорю, 5 рупий. Ну а тут там, он говорит, ты что, сумасшедший, 70, я говорю, 6. Ну вот. И он говорит там, нет, уходи, ты говоришь. То есть, вы понимаете, да, в Индии это вот, то есть вообще обмен чувствами, торговля, я очень люблю торговать чем-то такое чистое. Ну вообще все преданные, Кришна, это вайша, да, Кришна тоже, как бы, вот такая тема, тем более в Индии, они знают, что ты белый, тебя надо сразу же впарить там раз в пять, ну вот, а ты как бы сразу же предложишь ему такую сумасшедшую цену для индуса, ну вот, в Японии, правда, это не прокатит, там сразу же тебя зарубят самурайским мечом, вот, но Махапрабу таким образом, он целыми днями, он приходил иногда, отвисал Шридхару, пил ему кровь, ну вот, и когда Шридхар, в конце концов, сходил с ума, отдавал, на, все, забери бесплатно, ничего не нужно, все, все, ну вот, Махапрабу ходил очень счастливым, и только однажды, когда в доме Шивас Такура, он явил свою лилу, и стал показывать свои трансцендентные формы, да, что он там, вараха, аватара, нерсимха, вамана, и он сказал, приведите сюда Шридхара, когда Шридхара привели, он показал ему разные формы, вишну, сказал, вот я твой, Господь, твое сердце, читай мне молитвы, и у Шридхара там затряслась губами, вот, но, самые сладостные лилы были, когда, Махапрабу, он играл роль простого человека, часто, когда Браманы читали гаэтри мантру, Махапрабу подныривал, и за ноги хватал, и они падали в океан, и когда, они жаловались на Махапрабу, что, вот он там, устроил такую там бучу в воде, там, украл подношения у девушек, устроил беспредел в воде, Махапрабу тут же помазался пылью, и чернилами, приходил домой, и Шачимана говорил, ты что, сынок, говорят, что ты сегодня на Ганге устроил такой кипиш, он говорит, мама, какой кипиш, посмотри, я весь пыль, я весь чернил их, я еще даже до Ганги не дошел, только со школы сидел, учил броматику, вот, и он так вообще-то технологично врал, что мама не могла поверить, она, вот, люди завидуют ему, ну, вот, так проходила его жизнь, в такой лилия, поэтому мы видим, да, что Махараш Прикшит находится в одних отношениях с истиной, Джанами Джои в других, третий Риши в четвертых, один в пятых, один в шестой, но такие удачливые души, как Мать Шачи, они находятся с Кришной в непосредственных отношениях, он живет в ее доме, и поэтому, когда Махапрабху принял Саньясу и ушел из дома, Мать Шачи, она сошла с ума, вы помните, так, что Мать Шачи было восемь детей, которые умерли, только последний, это Махапрабху, последних два, это Вишваруп и Махапрабху. И Вишваруп ушел тоже рано из дома, принял Саньясу, его знали, как Шанкара, ранее, свами. И когда Махапрабху путешествовал по Южной Индии, в одном месте он встретил одних преданных, которые сказали, он был великий свами, Шанкара, ранее, а он вошел в Самадхи, оставил тело и косвенно Махапрабху понял, что Вишваруп оставил тело, оставил этот мир, потому что Махапрабху все время хотел уйти в Южную Индию, он говорил, я должен найти Вишварупу, я должен найти Вишварупу, я должен найти Вишварупу. Но когда он пришел в Южную Индию, Вишварупа уже не было. И когда Махапрабху принял Саньясу, Мать Шачи, она обезумела, она сидела на пороге дома, она сказала преданным, забирайте дом, это ваш дом, больше у меня нет дома, у меня нет жизни. И Лакшми, Вишну, Вишну Прия, супруга Махапрабху, она взяла каждый раз она повторяла Харикришна Махамантру, она повторяла Махамантру, даже может быть не Махамантру, а Минагу Ранги, я не знаю точно, что на вместо четких на рисе, она брала рисинку, повторяла мантру, бросала ее в ложку, и так столько, сколько имен святых она повторила, столько она съедала в день. ее пища была пронизанная, ее Кришна Прима, это был настоящий красава, каждая рисинка, на каждой рисинке читалось святое имя, и так она жила, его супруга и мать Шачья, и однажды Махапрабху он сказал, по-моему, Джаганананде или еще кому-то, он сказал, когда ты вернешься в Авриндаван, в Навадвиб, скажи моей матери, что я, несмотря на что, каждый день принимаю ее подношения, потому что мать Шачья, или еще называют мать Аи, она в какой-то момент она сделала подношения, она в своем трансцендентном мире поклонялась Гауранге, она сделала подношения, и Махапрабху явился и съел все подношения, и она увидела, что тарелка пустая, но поскольку она всегда была в состоянии трансцендентной безумной разлуки, и иногда она была полностью погружена в транс Гауру-Лилы, памятную Махапрабу, иногда она выходила из него, то она подумала, что, наверное, я либо забыла готовить, либо какие-то животные съели. сознание Кришны, что я, может быть, я не приготовил, может быть, это все был сон, может быть, то, что пришел в Махапрабху, был сон, и Махапрабху сказал же кому-то из преданных, я не помню, как это был Джиганананда или кто, он сказал, когда ты придешь, вернешься в Навадвиб, скажи моей матери, что я каждый день прихожу и съедаю все ее подношения. И вторая история, это история Вамбека Калня, а если даже сказать историю Вишнуприи, то Вишнуприя, она хотела поклоняться божеству Махапрабху, потому что когда-то очень давно, когда они были Рамой и Ситой и пришли в Навадвипо, Сита почувствовала, как здесь красиво, а Сита такая немножко сентиментальная девушка, о, как хорошо, красота, я чувствую это какое-то особое место, Рама говорит, да-да, это очень особое место, и я могу показать тебе его, Сита, ой, покажи, покажи, и вдруг он ей показал, он показал ей такой как бы драматический момент, он сказал, очень скоро тебя украдет Равана, и я потеряю тебя навсегда, то есть на самом деле разлука с Рамой и Ситой это разлука навсегда, я потеряю тебя навсегда, и буду буду терять, буду искать тебя, сражаться за тебя, но даже когда я найду тебя, мы обретем друг друга, я не смогу, наше счастье будет длиться недолго, и в конечном итоге, разлучившись с тобой, я сделаю твое золотое мурти, Ситой буду поклоняться, и умру от разлуки, ну, уйду от разлуки, и Сита была в шоке от такого расклада, он сказал, и продолжал, но сейчас мы здесь на Вадвипе, и когда-то я приду сюда в образе Гаурангия, я буду спасать всех живых существ, и когда я приду сюда спасать всех живых существ, ты тоже придешь со мной, ты тоже будешь одной из моих шахт, я из моих супруг, и тебя будут звать в Вишну Прие, я приму Саньясу и уйду, мы опять будем в разлуке, Мудан, Мухан, наша любовь, она всегда будет построена только на разлуке, и в этой разлуке с тобой мы поменяемся ролями, ты сделаешь мою Муртия из дерева, и ты будешь поклоняться ему своими слезами, и так это благословение продолжилось, когда Сита стала в Вишну Прие, второй Лакшми, второй Шакти, она воспевала имена Гауранги на каждой рисине, и она заказала скульптору божество, и она была очень привередная, каждый раз, когда она смотрела на божество, она говорила, это не он, это не он, это не он, но однажды, когда она увидела божество, она сказала, так, это он, и с тех пор это божество до сих пор поклоняется ему в в том храме, куда мы ходим, называется Вишну Приемандир, и раньше это божество, на самом деле, это божество стоит одну рупию посетить, посетить, еще за Сарасвадь-Такура, там есть сандалия, которую Махапрабу оставила, и божество, Вишну, приедет, очень древние святые, Гаслами по одной рупии собирают, многие поколения, и Сарасвадь-Такура очень сильно возмущался, что, ребята, что вы сделали, да, Даршин, то есть, там такая скамеечка и коробочка такая, когда западные люди приходят, они знают, что так и так, они пожертвуют по 100-200 рупий, поэтому они снимают кассу, вход свободный, но для бенгальцев, для индусов, вход одну рупию, вот, и Сарасвадь-Такур был возмущен этим, потому что он считал, что мы пришли, чтобы сознание Кришны дать всем людям в этом мире, да, а не пытаемся с помощью как бы сбора по одной рупии решить свои материальные проблемы, но таков маленький индийский мирок, на самом деле, он очень очень маленький, в том смысле, что Господь безгодично велик, а иногда люди сводят все божественное до каких-то маленьких там вещей, а одну рупию получить больше не то, не да, за Даршин, чем одну рупию, вот, поэтому Махапрабу пришел, он пришел дать великое сокровище, да, его называют Кришна-према продайте, он даритель Кришна-према, даритель божественной любви, но кому в этом мире нужна Кришна-према? кто-то хочет айфон там, кто-то хочет там просто према какой-то там, можно говорить, не Кришна-према, а просто према какой-то, хоть какой-нибудь, хоть с кем-нибудь, вот, Махапрабу говорит, я принес тебе Кришна-прему, самую высшую из всех, со мной прему, ты говоришь, ну, это, знаете, еще ждать не одну жизнь, ну, вот, поэтому Махапрабу, он даритель Кришна-према, но мы часто не можем понять, что такое Кришна-према, но Кришна-према сравнивает с золотом реки Джамбу, река Джамбу, это высшая, река на высших планетах, она несет золотые воды, и сказано, в этом мире золото, чуть-чуть, одна сережечка, там, у меня есть, там, две сережечки, один кольцо, там, одна цепочка, там, туда-сюда, у каждого есть чуть-чуть золота, да, и в этом мире золото, очень дорогое, но река Джамбу, это поток золота, на берегах только золото, и вот поэтому в этом мире у нас есть какая-то чуть-чуть какой-то любви, да, мы хотим, мы стяжаем чуть-чуть, но то, что нам говорят, нет-нет, то, что Кришна-према, это поток Джамбу, одно только золото, не вот столько золота, не чуть-чуть золота, которое в этом мире крайне ценно, а поток золота, столько золота, что даже не представить себе, Как профессор Саньял сказал, что в детстве папа привозил из Харидвара сосуд воды Ганге, и мы получали по капле Ганге. И будучи детьми, мы думали, о, Ганга – это несколько капель. Но когда мы приехали на берега Ганги, мы увидели, что столь большая река, столь большой поток. Вот это Ганга. Так же и мы. Мы имеем столь маленькие представления о сознании Кришны, как капельки Ганги, столь маленькие представления о том, что такое духовность. Но если мы поднимемся на уровень, на трансцендентный уровень, то мы увидим, что столь глубокий поток любви, столь бесконечное лило, столь много невероятного происходит там. Но мы слишком далеко от Ганги, мы слишком далеко от этого плана, мы заняли периферийное положение. Почему мы сами периферийное положение? Мы пришли к этому периферийному положению сами. Нас никто. Знаете, как Махапрабу говорит, никогда не обвиняй никого, ты сам причина всех своих страданий. Если я анализирую все свои страдания, настоящее будущее, кто скажет, ну как же Махараш страдает, такой толстый. Все страдают в этом мире. Звезды страдают в этом мире. Известные страдают в этом мире. Неизвестные страдают в этом мире. Все страдают одинаково, на самом деле. Не думайте, что у всех разные страдания. Кто-то думает, а, я, вот мне не хватает чего-то, я вот это. Но это обезболивающие таблетки. Понятно, да, можно положить там под зуб анальгин, он будет меньше болеть. Но он сам будет болеть. Поэтому в этом мире отсутствие денег, отсутствие противоположного пола, отсутствие жилплощади, отсутствие того, отсутствие сего. Это все таблетки, анальгин, можно ими обложиться. Болезнь, если она не пройдет. Великие актеры голливудские выпрыгивают с 40 этажа. Знаете об этом, да? Все уже, все. Потому что мы думаем, как он мог выпрыгнуть? Столько поклонников, столько денег, столько всего. Выпрыгиваются. Почему? Потому что ничто не может тебя удовлетворить. Ни извращения, ни супербогатства, ни суперслава. Это кажется, на самом деле, такой вот судорожной идеей. На самом деле, это не может сделать человека счастливым. Это самые несчастные люди. Поэтому Бхага в этом говорит такую вещь. Кто счастлив? Счастлив тот, кто счастья не ищет. Понимаете, да? Потому что человек ищет счастья, он всегда ставит себе какую-то маленькую ограниченную цель. Вот ему ботинки нужны. Или там, вот ему это нужно. А счастья нет. Счастье – это как некое... Поэтому Писание говорит, счастлив нас на самом деле тот, кто счастья не ищет. А в чем счастье? Счастье – взаимоотношения между преданными. В духовных отношениях. Когда мы ставим духовные отношения, мы счастливы. Поэтому мы здесь и сейчас, мы счастливы, потому что мы говорим о Кришне, о Гауранге. У нас есть гуру, божество. Господь здесь с нами присутствует, да? Мы самые счастливые люди. Самые счастливые люди. У нас есть возможность. Может быть, кто-то здесь не живет, но у него есть возможность прийти сюда. Да? И это тоже такой момент. Все на контрасте. Вот я понимаю, да? Всякий раз, когда я совершаю какие-то аскезы, в мое сердце приходит удовлетворение. Всякий раз, когда я поддаюсь каким-то вот слабостям, наслаждениям и всем прочим, мое сердце опустевает. Я думаю, я должен идти путем счастья. А счастье – это всегда для меня, это всегда тяжелый путь. Это никогда не легкий путь. И мы очень будем удачливы, если кто-то в этом мире возьмет нас и даст нам пинка. То есть мы должны мечтать о тренере, на самом деле. Кто-то должен заставить, вот как я ж яму заставил похудеть, знаете эту историю, да? Я вам расскажу. Как я тебя заставил похудеть? Ну, потом расскажешь на кухне. А было это примерно так, как кино начинается. Сижу я, ем уже седьмую тарелку пирожков. Вот. Все, я пришел, сказал, сейчас мне хватит жрать. Все, она перестала есть. Год не ела ничего. Сейчас опять отъелась. Почему? Потому что Авадут Махараш нависал. А я почему нависал? Я сам хотел похудеть. Я думал, я сам. Похудеть самому очень трудно. Но заставить другого человека похудеть очень легко. Ну вот. И я напал на шяму и заставил ее похудеть. Виджай Роман заставил похудеть, она дымоя. Ну вот. Поэтому мы будем очень счастливы, если кто-то нам скажет, хватит жрать. Хватит быть материалистом. Хватит спать. Что ты здесь делаешь? На самом деле, это только наши самые близкие друзья могут сказать. Остальные нам будут нальстить, нам говорить приятные вещи. И только настоящий друг тебе скажет, хватит жрать. А следующая роль у меня цель – это девомитра. Я думаю, вот если я смогу девомитру похудеть, я точно тогда сам похудею. Вот я смотрю на девомитру и думаю, хватит жрать. Хватит. Хватит. Вставай на лыжи. Вставай. Вставай. Все. И вот видите, девомитра уже на лыжах едет. Почему? Человек сам себя не может исправить. Ему очень тяжело. Семья пришла девочка, получает второе посвящение. И как ни странно, я не стал ей говорить какие-то воздушные темы. Я сказал то, что меня интересует. Я сказал, духовная жизнь, на самом деле, это то, насколько ты себя сможешь организовать. Вот у меня не получается, но в какие-то моменты, когда у меня меньше троллинга, если я рано ложусь, я рано встаю. И все время мне мешает блуд. Интернет, какое-то что-то прочитать, важно. То есть это блуд. Понятно, да? Но если заставить себя спать в леви часов и встать в пять-шесть утра, ну, как-то насколько важно, день будет в два раза длиннее. Утренний день самый длинный, запомните. Это все там доктор Тосунов рассказывает всяким материалистам, но преданные об этом часто забывают. О том, что не зря, как бы, ведическая система подразумевала, что человек встает рано в бравому хурту. И вот если мы сможем рано научиться вставать, ну, пускай там суббота, воскресенье мы будем где-то отрывать, ну, мы не можем. Хотя, в принципе, даже это не нужно. Если человек рано научился вставать, у меня были этапы в жизни, когда я рано вставал, но я для этого рано ложился. Иногда, может быть, в храме это труднее сделать, хотя, по идее, должно быть проще. И человек может сам себя организовать. Поэтому моя девочка это сказала, никто тебя не организует так, как ты сама организуешь себя. Хочешь жить духовной жизнью – организуй себя. Что ты будешь делать там, кому-то помогает ледяной душ проснуться, мне очень хорошо помогало. Кому-то помогает там что-то еще, кому-то это, кому-то третье. Это уже практический момент. Если ты себя организуешь, ты организуешь свою жизнь. И вот я понял, мои все болезни – это мой образ жизни. А мой образ жизни идет от постоянного давания себе скидок. Я постоянно себе даю скидки. Я думаю, ну я же езжу, проповедую, ну то-то-то-то-то. Я же делаю, ну я же сейчас в гостях, ну надо что-то поесть такое, а чего-то ничего такого нет. Я понял, вот за счет саморасхолаживания я теряю огромную часть времени и жизни на духовную практику. Я поэтому вам честно говорю, это опыт. И это не какие-то поверхностные вещи. Мы сейчас не говорим просто рано вставать, это бред. Если хотите, чтобы была какая-то часть внутренней жизни, сакральной, потому что меня всегда напрягал момент, когда много людей. Но когда я научился рано вставать, я знаю, что утром меня никто не достает. Ночью меня достает только интернет, я сам. Утром совершенно по-другому работает ум. И утром у меня есть больше времени. Утром, если я начинаю читать книжку, я начинаю всасывать очень круто, очень хорошо. Вот это вот такие небольшие вещи, на самом деле. Мы так с вами говорили о столь возвышенных вещах, а перескочили к очень простой вещи. Потому что Шитар Махараш всегда говорит, чтобы достичь абсолютных целей, нужны относительные шаги. Если хочешь поехать в Индию, надо заработать билет. А чтобы заработать билет, нужно устроиться на работу. А ты скажешь, ой, работать же надо, это же так тяжело. Тебе скажут, все работают, но ты должен организоваться так, чтобы у тебя еще хватало времени на духовную жизнь. Вот это был эффективен. Очень важный момент – это быть эффективным человеком. И вот многие, на самом деле, всякие гуру, материалисты, они учат эффективности. Есть такая книжка «Работайте 4 часа в неделю», туда-сюда. Очень много хороших эффективных вещей, советов, очень много хороших эффективных. Но все эти эффективные гуру, они не знают, для чего нужно быть эффективным. Они говорят, у вас будет больше времени на телевизор, больше времени на блуд. На самом деле не так. Ты должен стать эффективным для того, чтобы быть более духовным. А для того, чтобы быть более духовным, ты должен стать эффективным. И вот обратите внимание, да, у нас, мы ставим себе задачу сделать, мы должны быть эффективными. Вот я понимаю, я должен быть эффективным. Я не могу просто так прожигать свое время. Вот я часто задаю себе вопрос, а что я сегодня изучил для себя, постиг божественное? Я думаю, я сегодня это не успел, то не успел, это не успел, то. Почему? Потому что сегодня у меня день неэффективный был. Почему? Я на два часа, я посмотрел кино, два часа убегал, компьютер, лампочка. Я посмотрел совершенно идиотский фильм от начала до конца, зная уже, о чем он, о чем середина, начало и конец. Я убил два часа дня. А если бы я, например, два часа слушал какую-то потрясающую вещь духовную, я бы получил такое духовное богатство. Поэтому Абадут Махараш, прочитав эту лекцию, собрался идти в кино сегодня. Я сказал, видишь, вы давно, мы не были в кино, ну вот, надо сходить в кино сегодня на новый фильм. Он говорит, так он три часа идет, я говорю, так ерунда, мы будем смотреть его. Понимаете, да? Ну вот, я даже после этой лекции не знаю, теперь в кино или нет. Начало совсем, как бы, получается, профанатора. Ну вот. Можно сказать, видишь, вы пошли на самый утренний сеанс? Ну вот, ну это будет еще ужаснее. Представляешь, там крышноиды завалились на утренний сеанс смотреть кино. Ну вот. Я подумал, нет, наверное, сегодня я в это кино не пойду. Так и быть, я дождусь, пока оно появится на торрентах. И посмотрю где-нибудь в самолете. Ну вот. Когда буду лететь куда-нибудь часов девять или десять. Ну вот, я еще могу посмотреть. А три часа, я жизни, а уже надо час еще ехать в кино. И в кино час ехать. Представляешь, пять часов нужно отдать свою голову, бедную маленькую куриную голову, подавшись к гипервоздействию картинки, звука, и понять, что все, что сняли режиссеры, как всегда, тем более это создатели «Матрицы», они все сделали наоборот. Понимаете, да? Все говорят, о, «Матрица» такое революционное духовное кино. Оно антидуховное. Почему? Потому что в «Матрице» очень красивый материальный мир, а реальность – это где космические корабли, где сидят чуваки, их атакуют какие-то гады электронные. Понимаете, какая… То есть, вот там эти братья, но теперь они уже не братья, а брат и сестра. Ну вот. То есть, это говорит на самом деле о их уровне. То есть, они взяли какие-то буддистские духовные идеи, полностью их извратили, и сделали потрясающее духовное кино. То есть, понимаете, в этом мире… То есть, если бы они показали, например, что этот материальный мир – это мир смерти и страданий, и из высшего мира приходят какие-то обитатели, это еще могло бы быть… Но они не догадались о том, что существует более позитивный мир, чем мир материи. Вот, поэтому все здесь завелось, как всегда, на отношения полов, USB-коннекшн, актером быть, не актером. Все извратили. Но людям понравилось. И вот мы с вами должны научиться снимать другое кино. Но на это потребуется достаточно время, недели три. Вот, поэтому каждый день пять часов, да. То есть, мы должны сделать… На Вадвип Даумахатме, ведический планетарий, да, путешествия посвященные на Вадвипе. Мы сегодня говорили кадры. То есть, мы должны сделать новое вообще, новое искусство, новый формат. Мы ставим себе такую суперидею вообще. Разбить материал… Ленин, когда увидел кинематограф, он сказал, это самая крутая форма искусства. А Вадут Махаршанж тоже под Лениным работает. Ну вот. Даже, ну, Кришна сделала это самое с моим профилем. И я объяснял, что я не материалист. Сказать, что я совсем материалист, неправильно. Я материализатор. Разные вещи. Материалисты – это те, кто верят в материю. А я занимаюсь материализацией. То есть, Бхатирон, Такур, Шидхарма, хорошо, они хотели ведический планетарий. Они же не будут сидеть там софтами заниматься, правильно? Мы должны это материализовать. То есть, мы должны какие-то… идеи, вот как, в принципе, построить дом – это материальная фишка. Но Виджай, он материализовал идею Гурудева, да? То есть, Гурудев хотел храм. И мы материализовали эту идею. Почему? Потому что пока мы не можем быть одухотворяторами. Вот Шидхарма, Хараш и Гурудев – они одухотворяторы. Они раз там, я одухотворятор. А мы пока что материализаторы. Тоже неплохо. Лучше быть материализатором, чем материалистом. И лучше быть одухотворятором, чем… Как это? Противоположность. Дух испускателем. Грия Кришна. Хари Харайя Намакришна, Ядовая Намо Ха.